Привет всем! В этом видео я вам расскажу еще об одной книге. Это книга «Секрет миллионера» Марка Фишера. И, кстати, эта книга есть в полной версии у меня на YouTube, на моем канале. Кто не знал, у меня есть еще один канал с книгами. Нигде вы не найдете этой книги в полной версии. Я очень долго искал полную версию, отрендерил ее и залил на свой канал. Потому что везде там не полная третья глава. У меня полная третья глава. Ссылку я оставлю в описании. Не хочу сильно спорить эту книгу. Вот вы должны эту книгу прочувствовать. Но немного расскажу, что нету никакого секрета миллионера. Вот если вы думаете, что есть какая-то фраза, какой-то секрет, который вам поможет там добиться успеха. Нет, такого нету. В этой книге в каждой главе есть определенный секрет. В каждой главе раскрывается определенный навык. И вот в совокупности все эти навыки и будут секретом миллионера. Но в этом видео я вам хочу рассказать о своем секрете. О тех шагах, которые мне помогли добиться успеха. О своем секрете миллионера я вам расскажу. Пока что я гривневый миллионер и рублевый миллионер. Но в скором времени я стану долларовыми миллионерами. По-другому просто никак. Итак, я выделил пять шагов. Конечно же, это все очень сжато. Потому что есть там еще такие факторы, как зона комфорта. Я вот об этих факторах буду делать отдельное видео, потому что там нужно очень-очень много рассказывать. Итак, переходим к тем шагам, к тем пяти шагам, которые помогли мне добиться успеха. Итак, первое. Первое это мечта. Когда я начинал, когда у меня абсолютно ничего не было, вообще ничего не было. У меня была только мечта. Я думаю, сейчас так у многих из вас. Я просто мечтал. Попался мне этот фильм «Секрет». Я как-то начинал вот в том направлении двигаться. Просто мечтал, мечтал. Ну и все, ничего не делал. Вот когда я начинал мечтать, со временем у меня начало зарождаться другое мышление. Не такое, как у других. Это второй шаг. У вас должно зарождаться мышление. У вас должно быть мышление богатого человека. Ну, мышление богатого человека у вас уже будет позже. А пока у вас должно хотя бы быть другое мышление, потому что я уже тогда знал, что я вот не хочу работать на обычной работе. Я хочу заниматься тем, чем мне нравится. И вот я хотел добиться того, чтобы заниматься любимым делом и получать за это деньги. И вот тогда я уже начал понимать, что все зависит от меня. Во всех своих неудачах виноват я. А мышление богатого человека гласит, что во всем виноваты вы. Все, что происходит в мире, виноваты вы. Если идет на улице снег, виноваты вы. Если вам не нравится снег, переедьте в другую страну, там, где нету снега, в Африку, в Сахару. Если у вас нету денег переехать в Сахару, заработайте деньги. Не вините никого, ни начальника, ни правительства, потому что виноваты только вы. Если вы работаете на начальника, а он мудак, так кто виноват? Начальник? Да вы виноваты, потому что вы на него работаете, не работайте на него. Вот это вот мышление богатого человека. После мышления идут определенные действия. Я уже начинал двигаться к своей цели. Потихоньку начинал там с Ютуба. Кстати, об этом, о моей истории, как я год назад еще начинал, когда у меня абсолютно не было денег, когда у меня не было где жить. Я обещал вам, что расскажу эту историю, но я вам расскажу ее в отдельном видео. Потому что сейчас, я считаю, еще не пришло время, чтобы выпускать этот видос. Но я обязательно его выпущу. Итак, я постепенно начинал-начинал двигаться, делать какие-то определенные шаги и понял, что нужно хвататься за любую возможность. Вот есть возможность, нужно брать и делать. Действия, действия и еще раз действия. Вы не должны знать, как вы добьетесь успеха. Каким образом вы этого добьетесь? Вот, просто могут быть такие ситуации, что вы от них абсолютно ничего не ожидаете, а они приведут вас к успеху. Запомните, что успех всегда заходит с черного хода. Вот вы думаете, вот тут, вот тут, вот тут, а ничего не происходит. А потом подвернулась вам какая-то возможность, и вы добиваетесь успеха. Так что нужно действовать. Третий пункт – это действия. Хватайтесь за абсолютно любую возможность. Потому что, когда будет мечта, а не будет определенных действий, конечно же, с места ничего не сдвинется. Но вот эта вот мечта вас подтолкнет на эти действия. И вот постепенно я вот это вот все прощупывал, искал эти ниши, там, заработок в интернете. Потом начались у меня хайпы. Деньги с YouTube я вкладывал в хайпы. Потом узнавал уже о бинарных опционах, о рынке, начал гуглить. И вот так вот это все постепенно у меня происходило. Но не было результата. Результат был нулевой. Ну как, были уже определенные заработки. Там по 10 долларов в день. Это было круто, очень круто в то время, когда был студентом. Потом по 30 долларов в день. 30 долларов в день – это тогда для меня, ну не знаю. Но это я был вообще королем. Я себе тогда и GoPro купил. Но потом у меня произошел резкий спад, когда я был бомжом. Вот это, вот про вот этот вот спад я вам расскажу в отдельном видео. Короче, не было результата. И четвертый шаг – это не сдаваться. Идти до конца. Никогда, никогда, никогда не сдаваться. Потому что, еще раз говорю, если вы сдадитесь, ничего хорошего не случится. На работу вы успеете пойти в любое время. Вот этот вот момент самый сложный. Когда ты действуешь, работаешь, ожидаешь, там, читаешь уже книги. Но ничего не происходит. В тебя никто не верит. Ни родители, ни друзья. Мама говорит, да ты уже задолбал, иди на нормальную работу. Что ты там в этом интернете, там ничего ты не заработаешь. Главное – никого не слушать. Знайте, что вы всего добьетесь. Никого не слушайте. Идите к своей цели. Вот это вот самое главное. Вот я считаю, четвертый пункт, вот не сдаваться и вот переждать вот этот вот момент, вот это вот самый сложный этап был в моей жизни. Еще вам расскажу вот про такую фишку, что попробуйте какое-то действие делать каждый день. Например, 15 минут в день выделять на чтение полезной информации. Той информации, которая вам интересна. И это нереально тяжело. Кажется, ну что там, это же 15 минут в день. Это же так легко. Но попробуйте это действие делать каждый день и не пропустить ни одного дня в году. Это нереально. Я вам скажу, я пробовал, это просто нереально. Я так два месяца поделал, потом все равно кто-то приехал к тебе, какие-то друзья, куда-то ты там пошел, забыл за это, забыл взять с собой книгу. То есть и потом все начал пропускать. Это очень сложно. Если вы в себе выработаете вот это вот качество, вы не представляете, как вы быстро добьетесь результата в определенной сфере. Так что, народ, никогда не сдавайтесь, никого не слушайте. Люди, которые будут вас отговаривать, они сами не добились успеха. И они будут говорить вам, что это не работает. Вы слушайте тех людей, которые добились успеха. Вот с ними вам нужно работать, их вам нужно слушать. И знаете, вот когда меня никто не верил, я думаю, наоборот, это было огромным плюсом. Потому что если бы в меня кто-то верил, я бы не так быстро добился успеха. Вот, я знал, что надеяться нужно только на себя. Поддержки нет. То есть за все действия отвечаю я, и за все действия я несу ответственность. Вот и все. У меня было огромное желание, был большой стимул добиться результата. Так что это, конечно же, очень тяжело. Вы не представляете, как это тяжело морально. Когда все от тебя отвернулись, никто в тебя не верит. Ты занимаешься своим любимым делом, а оно не приносит никаких денег. Ты никуда не продвигаешься. Ты веришь, мечтаешь, а все стоит на уровне. Вот какой же это тяжелый период. А вот если бы в меня кто-то верил, да, это было бы, конечно же, проще. Морально это было бы намного проще. Но тогда и результата бы я добился за более длительные сроки. И пятый пункт. Пятый пункт это саморазвитие. Всегда читайте, развивайтесь, учитесь. Не переставайте учиться. Запомните, вот если вы не идете вверх, не развиваетесь, вы деградируете. Нету вот уровня, что вы стоите на месте. Либо вы идете вниз, деградируете, либо вы усовершенствуетесь, развиваетесь, можно так сказать. Вы должны быть жадными к информации. У вас должны гореть глаза. Я вот читал все книги, ходил на все семинары. И сейчас продолжаю ходить, потому что я понимаю, что я ничего еще не знаю. И вы ничего не знаете. Я вот прихожу на семинар, да, на многих семинарах был. Столько уже знаю. Но вот думаю, ну вот что вы можете мне уже рассказать. И появляется какой-то спикер, который мне такие вещи рассказывает. И я думаю, почему я раньше вот не знал этих вещей. Это же так очевидно. Так что любой человек, слушайте всех, любой человек вас может чему-то научить. Вот, например, бедный человек вас не научит, да, в сфере денег. Но к нему нужно прислушаться, потому что он может вас научить и дать вам совет с другой стороны. Так что всегда читайте книги, ходите на семинары, прогуглите. У вас в городе куча есть семинаров. У каждого в городе, в большом и маленьком, есть какие-то бизнес-встречи, есть семинары, есть какие-то форумы. И вы не должны к ним вот негативно относиться. Даже если это какой-то там семинар, который толкает свою продукцию, все равно там есть полезная информация. Вы не представляете, сколько энергии, сколько заряда я получаю на вот этих вот встречах, форумах, семинарах, когда общаешься с людьми, которые добились результата, которые добились больших успехов, когда общаешься с миллионером, не рублевым и гривневым, а долларовым. И задаешь себе вопрос, почему этот парень в 25 лет уже добился своего миллиона долларов, а я еще не добился. И я говорю про тех миллионеров, которые, не которым все досталось, а которые сами начинали с нуля. Абсолютно вот работали грузчиками и стали миллионерами. Вот только с таких миллионеров я беру пример. Вот это вот очень важный фактор. Так что на этих семинарах, встречах столько информации новой. Вы вот приходите домой и у вас очень много идей, вы хотите все реализовать. Так что это определенный плюс. Так что пятое это саморазвитие. Никогда не переставайте учиться, сколько бы вам лет не было. Вот такие вот пять шагов. Конечно же я буду рассказывать подробнее о каждой ситуации. Вот самое главное это еще зона комфорта. Зона комфорта. Очень много вот решила в моей жизни зона комфорта. Потому что если бы я остался в маленьком городе, я бы ничего не добился. Потому что меняется все. Меняется мышление, меняется окружение. Это очень большой плюс. Ну, об этом я вам расскажу в следующем видео. Так что у меня еще куча-куча информации есть для вас. И вся эта информация с моей личной жизни, это все на моем опыте. Я вот вам рассказываю, как было у меня с самого-самого нуля. Так что желаю вам, чтобы исполнялись все ваши мечты. А они сбудутся стопроцентно. Я в вас верю и вы в себя верьте. Чтобы вы добились всех своих целей. И вы тоже их добьетесь стопроцентно. Потому что по-другому никак. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео. Всем пока.